Олеся Кузвесова Одна воспитывает двоих детей Семилетнюю Машу и двухлетнего Сашеньку Но в доме, где живет семья Не слышно детских споров и даже смеха У старшей дочери непростое генетическое заболевание Синдром Ретта У младшего сына ранний детский аутизм Оба ребенка не разговаривают И постоянно нуждаются в помощи За все годы наша программа впервые встречает Такую непростую историю Где сразу оба ребенка имеют ненаследственные заболевания Один тяжелее другого Когда Машенька родилась О серьезных проблемах со здоровьем девочки Никто не подозревал Первые месяцы Олеся наслаждалась счастливым материнством Малышка вовремя начала держать голову Хорошо гулила Потом Маша Рейска начала отставать от сверстников А причину этого найти не удавалось Садиться уже самостоятельно она не садилась У нее даже не было попыток сесть самостоятельно Но если ее посадишь, то она сидела Сидела, мелкая моторика у нее была очень развита Она листала книжки, страницы Тонкие, тонкие листочки перелистывала Кушала самостоятельно, пила самостоятельно Проблемы были с тем, что она не могла встать, сесть И ходила она неустойчиво И ходила только по ровной поверхности То есть могла потерять равновесие, упасть До года все ждали, что девочка все же продолжит развиваться физически Когда стало понятно, что улучшений нет Машеньку отправили на обследование Оно прояснить ситуацию не помогло В полтора года ребенок прошел сильнейший медикаментозный курс Но и он результатов не принес Ребенок словно замер в физическом развитии В двухлетнем возрасте в один из дней Маша Рейска ушла в себя Мы с ней очень часто уезжали Так как в тот момент как раз реабилитацию мы проходили По поводу того, что она не встает, не садится, не ползает То есть акцент был на этом И мы часто ездили И поэтому просто приехали домой Я думала, она устала Что она не берет кушать А сама хнычит, хочет кушать Не говорит ничего, молчит Потом началась стереотипия рук И хлопает, хлопает Я думала, она сначала в ладушки играет Хватит в ладушки играть Она не перестает играть Я ей даю кусочек хлеба Она не берет его Смотрит, видно, что хочет И не берет Кормить, не ест сама Вообще не притрагивается к еде руками Только вот Вот она хлопает, ходит И все Смотрит в одну точку Олеся решила, что такое поведение Машеньки Вызвано усталостью От пройденного курса лечения Но и после отдыха Девочка вела себя так же К лечению отставания в физическом развитии Добавились и новые обследования Под подозрением поставили аутизм Так как есть тоже у детей с аутизмом Что они развиваются нормально до определенного возраста А потом у них идет откат в развитии Но аутизм исключили Так как Маша очень контактная была девочка Глаза она не прятала Общалась с ровесниками Поехали в генетический центр Раздали там анализы Там ничего не нашли Там ничего не показала Потом читая статьи Просто искала сама информацию в интернете И наткнулась на статью Мамы о девочке с синдромом Ретта Я ее прочитала И поняла, что у нас синдром Ретта Потому что там практически Как будто было написано про мою дочь При обследовании в Москве Тяжелейший диагноз подтвердился Синдром Ретта Редкое генетическое заболевание Которое бывает чаще всего у девочек Она является следствием генной мутации В икс-хромосоме На сегодняшний день В медицине неизвестен способ его лечения Дети с синдромом Ретта До двух лет развиваются без отклонений А затем наступает кризис Который приводит к потере всех навыков Потом, в зависимости от вида генной мутации Ребенок либо отстается в таком состоянии Либо сможет научиться чему-то из того Что умел прежде Подтверждение пришло 17 декабря 2012 года Вот с тех пор Да, этот день я, наверное, никогда не забуду После полутора лет интенсивного лечения Маша научилась садиться и вставать из положения лёжа Спускаться с дивана и по лестнице Начала работать левой рукой И даже говорить несколько слов Ещё несколько лет назад Олесе обещали, что Машенька полностью разучится двигаться Будет лежачим ребёнком То, чему уже научилась девочка Огромное достижение Методика, которая особенно хорошо помогла ребёнку Дельфинотерапия Поехали Ну, Маша очень плакала, конечно Потому что, во-первых, была вода Для неё это дико Она не понимала, что с ней, наверное, происходит Но вот это непонятие Мы ходили После дельфинотерапии Мы ходили на море То есть песок Я слышала, что он полезный Что с ней можно там занятия проводить Также учить её ползать Ходить И ходили мы всегда за ручку Так как Маша ходила только по ровной поверхности Стоять она стояла Неуверенно, но стояла буквально Ну, может, минут 15 Она могла выстоять на одном месте Вот у нас закончилось пятое занятие Мы пошли также на море с ней Гуляли Я её поставила на песок Начала доставать на рукавники Ну, чтобы пойти учить её плавать И она у меня пошла И вот это для меня, да Это было чудо То есть ребёнок пошёл Пошёл по песку Это неровная поверхность И она держала равновесие Пыталась и шагала И это было, конечно, всё так шатко Но это было чудо Это на самом деле было чудо Также Олесе часто говорили Что толчком в развитии Маши Может стать второй ребёнок Который станет для девочки примером Два года назад в семье появился второй малыш Сынок Сашенька С пятого на шестое В ночь начал болеть живот Болит, болит Ну, думаю Ну, просто может болит Потому что Маша всё равно Как бы тяжёлая на тот момент была Сейчас она очень сильно похудела От того, что слишком много двигается Но в тот момент она тяжёленькая была И я её носила, получается, на животе И думала, ну, просто устала Просто устала Шестое Мне надо было уже ложиться всё равно Как в стационар То есть не планировалось рождение ребёнка Я пришла в стационар И у меня всё равно У меня очень сильно начались Ну, как схватки Я пришла туда Начали отслеживать Вроде как нет схваток Ну, вроде как Давайте прокисарим вас Так как у меня Маша тоже первокисарённая Прокисарили И после этого Ну, сказали, что Очень тяжёлые роды Оказывается, у меня разошлись внутренние швы И отошли воды То есть ребёнок лежал на сухую Когда его достали Он был как в чешуе Как рыбка Он был весь сухой И весь был в чешуе Несмотря на проблемы Во время родов Сашу вовремя выписали из роддома Олеся переживала Что гипоксия может иметь последствия Активно занималась Чтобы Саша не отставал По физическому развитию Всё было в порядке Саша вовремя и сел И начал ходить Но ближе к году стало заметно Что ведёт себя ребёнок Совсем не так, как сверстники В то время меня уже смутило Что нету речи Он молча Всё молча Всё молча Ему нужно что-то сделать Он пойдёт и сделает это сам Он не просит о помощи Он не контактирует Но это уже позже В год и два мы пришли И проверили слух Что может быть слух Что может он просто не слышит Слух стопроцентный Нас тут же направили к психиатру Ну я сразу же задала вопрос Под вопросом ранний детский аутизм Она сказала на тот момент Что нет Год и два Что может быть просто Ещё не разговаривает И такое бывает Но и за следующий год Саша не заговорил Помимо этого Ребёнок начал избегать сверстников Прятал глаза Играл только сам с собой Спустя год Диагноз ранний детский аутизм Всё же подтвердился Два года мы сходили И повторно проверили слух Ребёнок до сих пор не разговаривает У ребёнка нет контактной Ну полностью отсутствует речь И полностью он Он не понимает обращённую речь То есть ты к нему обращаешься Он не реагирует На имя своё он не реагирует Что-то просишь сделать Он тоже на это не реагирует То есть он всё так же продолжает Сам по себе Как год он делал Так же он делает в Два Мы пришли так же проверили слух Нас направили к психиатру И тогда уже да Психиатр согласилась с тем Что у ребёнка ранний детский аутизм И сенсомоторное лолье По прогнозам зарубежных специалистов Саше ещё можно помочь Если успеть приступить к занятиям сейчас В возрасте до трёх лет Есть аутистические черты Но нет такого тяжёлого аутизма Так как он задерживает пока на секунды Но он может задержать взгляд глаза в глаза Так, конечно, он его старается избегать Есть схожие черты с аутизмом В том плане, что он не играет со сверстниками Он их старается избегать Он не прячется от них Но в то же время он отдалён от них То есть если играют на горке ребята Он отойдёт в песочницу Если придёт в песочницу, он отойдёт на горку То есть он любит одиночество Раскладывает игрушки в ряд Как это делают аутисты Опять аутистам не свойственно Вот здесь мы узнали, что не свойственно рисование Саша опять очень любит рисовать Он рисует везде, где только можно Существует томатист терапия и дельфинотерапия Это помогает детям с аутистическим расстройством При дельфинотерапии дети начинали говорить При томатисе тоже дети с аутизмом Начинают более адекватно себя вести Так как у них есть аутоагрессия Они начинают более спокойно И точно так же начинается речь То есть если совместить две процедуры Эти успеть это всё сделать до трёх лет Пока ребёнку ещё можно помочь Есть надежда, что он Станет обычно с ребёнком разговаривать Понимать обращённую речь Рисовать пойдёт в школу Олеся очень хочет свозить детей на дельфинотерапию Это лечение уже не раз помогало Машеньке По показаниям должно помочь и Саше Даст Бог, после этой поездки Состояние ребят хоть немного улучшится Мне, если честно, сложно Не вытянуть, если он будет тяжёлым То есть столько сил вложено в Машу Да, Маше положительные результаты Но в неё очень ещё нужно много вкладываться И, к сожалению, всё равно Маше нужен будет помощник рядом То есть он нужен будет всю жизнь Пока всё-таки не выйдет лекарство Которое нам полностью поможет Это с Машей И хочется всё равно уже поддержки Какое-то, что от второго ребёнка Ну, чтобы он мама сказал Потому что я хочу услышать Это я очень хочу услышать Слово «мама» Уже в конце августа Кузвесовых ждут в Анапе Для Маши это будет уже шестой курс лечения Для Саши пока первый К сожалению, бесплатно по этой методике В России не лечат Хотя она широко используется за рубежом Помимо дельфинотерапии Олеся очень хотела бы попасть с Сашей Хотя бы на один курс томатистерапии Это довольно новая Но уже зарекомендовавшая себя методика Которую разрабатывали Именно для обучения речи неговорящих детей Хотелось очень, чтобы Маша тоже прошла томатистерапию Но это очень дорого Курс стоит 78 Но это не один Там три курса сразу же Потому что результаты даёт после третьего Очень значительный результат Поэтому советуют всегда проходить три курса И для двоих это Очень плюсом дельфинотерапии Это очень дорого Поэтому стоит выбор И всё-таки, конечно, выбор я поставила на Сашу Так как у Саши У Саши есть аутистические черты Поэтому ему это всё-таки больше поможет У Маши нет аутизма У Маши очень контактный ребёнок Поэтому я надеюсь, что нам поможет старый наш метод Это дельфинотерапия Двоих особых детей Олеся воспитывает одна Выйти на работу сейчас Когда и дочери, и сыну нужна постоянная помощь Женщина, конечно, не сможет И откладывать поездку нежелательно Время работает против Чем больше курсов лечения пройдут кузвесовы сейчас Тем больше надежды, что в будущем Хотя бы Саша сравняется по развитию со сверстниками Очень дорогое лечение С детьми я одна Помощи нет со стороны Поэтому для меня это очень дорого То есть накопить ещё нужно будет на билеты И на проживание там Это да, это очень дорого Удивительная и очень непростая история у нас сегодня Обоим детям Олеси нужно дорогое лечение Без которого нет надежды хоть как-то улучшить состояние Но несмотря на все трудности Кузвесова очень сплочённая и позитивная семья Оптимизм Олеси и её безграничную любовь к детям Чувствуют буквально с первых минут нахождения в семье Но как бы она ни старалась Оплатить лечение ребят Самостоятельно женщина сейчас не сможет Обстоятельства сложились так Что кроме нас помочь этой семье буквально некому Маше и Саше Кузвесовым очень нужны молитвы И помощь неравнодушных людей Маше и Саше Кузвесовым Маше и Саше Кузвесовым Маше и Саше Кузвесовым Маше и Саше Кузвесовым